Иван Иванович Шишкин родился 13 января 1832 года в Елабуге, маленьком Гладке, расположенном на высоком берегу полноводной Камы. В 1852-1856 ученик Московского училища живописи и вояния. Далее следует Петербургская академия художеств. А в 1860 году Шишкин наканчивает академию с высшей наградой, большой золотой медалью и правом на трехгодичную поездку за границу. Но мастер не спешит в чужие края. Его манит родная природа. В 1867-м работает с натуры на Валааме со своим учеником Васильевым. Участвует в Парижской всемирной выставке. В 1869-м Третьяков покупает первую картину художника «Полдень» в окрестностях Москвы. В 1870-м Шишкин – один из учредителей товарищества передвижных художественных выставок. Лес – стихия художника. Никто лучше его не передал величавую красоту соснового бора, прохладный полумрак лесной чащи, не знал, как он строение дерева. Шишкина называли богатырем русского леса. Такое меткое определение соответствовало и самому облику художника. Массивной, крепкой и ладно скроенной фигурой, простым характером, спокойствием, прямотой он напоминал могучего лесовика. Это был художник, искусство которого пронизано большой и светлой любовью к родине. «Мой девиз», – писал он, – «Да здравствует Россия, я русский». В 1895-м вышел четвертый альбом его афортов. Это было подлинным событием в художественной жизни страны. Альбом включал 60 листов – все лучшее, что создал мастер более чем за 20 лет. Смело экспериментируя, усложняя технические приемы, Шишкин добился исключительных результатов. Мартовское утро 1898 года. Шишкин, как всегда, вошел в мастерскую широкоплечий, с шапкой седых, вьющихся непокорных волос, полной энергии. Писал, потом приготовил второй холст, сделал еще рисунок. Прочел газеты о торжественном открытии музея имени Александра Третьего. Пробовал немного у своих родных, потешался над синичкой, бронил ручного скворца, залетевшего ему на голову. Потом вдруг пожаловался на слабость, вспомнил, что плохо спал последние две ночи. Но возвратился в мастерскую, сел рисовать картину углем. Набросал передний план и передвинул стул направо. Затем его помощник услыхал, что Иван Иванович зевнул и, взглянув на него, вмиг заметил, что рисунок падает из рук живописца, а сам он тихо валится со стула. Гуркин кинулся к нему, но подхватил его уже мертвого. Так оборвалась судьба Ивана Шишкина. Мэтр скончался 8 марта 1898 года у Мольберта, как он сам себе и желал. Дождь в дубовом лесу. Картина Шишкина мастерски изображает могучий послегрозовой ливень и застегнутых врасплох людей, скачущих через луж. Чаще живописцы писали состояние перед дождем или после свежую и умытую водой зелень. Неповторимая минута. В сыром воздухе леса сквозь сизую прозрачную клубящуюся пелену пробивается солнечный луч. Он будто стремительно расталкивает ветви, листья, разбивается тысячей бликов в лужах, внезапно красит бронзой стволы деревьев. Как заколдованный зрил художник невыразимую прелесть окружающего его мира. Он забыл о себе, о своих невзгодах. Он мечтал. Может быть, в этот миг и родился сюжет картины «Дождь в дубовом лесу». Да и не сам ли автор бредет, заложив руки в карманы и подняв воротник, шлепая по лужам? Шишкин в этом холсте показал себя как виртуоз с танковой живописи. Тончайшие нюансы цвета, тона, цвета пронизывают всю картину.